Здравствуйте, коллеги! Я рада вас приветствовать. Сегодня я буду рассказывать про новые интерактивные доски, которые появились в портфеле нашей группы компании Digis буквально в этом году. Итак, начнем. Что же это все-таки такое? И кратенько пробежимся по содержанию нашего вебинара. Значит, я расскажу кратко о бренде Excel, расскажу, что из себя представляет решение, которое он представляет, и расскажу, сделаю краткий обзор программного обеспечения, который входит в состав интерактивных, в состав поставки вместе с интерактивными досками. Итак, новый бренд Excel. Что же это такое? Это такой бренд, который создан совсем недавно, но в нем уже есть высокие специалисты, его создали высокие опытные эксперты, которые работают над созданием хорошего ассортимента, необходимого для работы, для полноценной работы на рынке. И этот бренд полностью удовлетворяет запросам потребителей, потому что он производит достаточно качественный товар, который, собственно, проходит различные тестирования. И опять же, вот этими опытными профессионалами, которые создали и создали этот бренд. Все производится на фабриках не только российских, но и зарубежных. И это позволяет, опять же, делать хороший большой ассортимент. Фабрики проверены, они действительно следят за качеством производства, и поэтому в продукции Excel можно хорошо Excel правильно говорить, можно качеству можно доверять. Ну и, конечно же, мы работаем, бренд работает на то, чтобы расширять ассортимент. И сейчас в линейке этого бренда есть аудиоматрицы, есть акустические системы и сопутствующие аксессуары, есть интерактивные доски и планируется еще создавать интерактивные панели и проекторы Excel. Так что мы ждем, ждем в скором, что появится, будет расширяться ассортимент. Поэтому я надеюсь, мы сможем, как уже было заявлено, этот бренд сможет удовлетворить всем потребностям рынка. И сейчас мы сегодня подробнее поговорим об интерактивных досках, которые представлены этим брендом. Это доски, которые, это доски прямой проекции, естественно, да. Они имеют инфракрасную технологию, хорошая система распознавания, это инфракрасная система. То есть мы можем, доски распознают тип касаний в смысле, что можно стирать ладонью, но об этом мы поговорим позже. Точно так же на досках можно выполнять различные функции, да, показывать материалы, показывать видеоролики, показывать, открывать все, что мы привыкли делать компьютером. Если доска, естественно, подключена к компьютеру, все это, то есть мы запросто можем, все, что у нас происходит на компьютере, транслируется на интерактивную доску, и мы работаем очень качественно. Главное подобрать еще очень хороший проектор для этого. Доски поддерживают 40 касаний, можно работать любым непрозрачным предметом на нем, и, собственно, это, наверное, является такой, ну, одной из фишек этих интерактивных досок. Доски понимают пять типов жестов, и тут вы можете меня подловить. На картинке у нас всего лишь четыре жеста указаны, но на самом деле обратите внимание на вот этот объект, да, где перетаскивание и вращение вот именно здесь, и получается, что мы перетаскиваем и вращаем тремя пальцами, но это уже получается, что разные типы жестов, да, ну, как бы движений. Письмо одним пальцем производится, мы можем расширять, увеличивать, уменьшать масштаб. Это все делается двумя пальцами. Тремя пальцами, как мы уже поговорили, перетаскивание и вращение объектами. Ну, и доска, если, вот как я уже говорила ранее, понимает, если мы используем ладонь, и доска будет воспринимать это автоматически как ластик. Следуем дальше. Здесь представлены основные характеристики. В портфеле Дигис представлены доски двух диагоналей. Это 77 дюймов активной поверхности и 91 дюйм. Как уже сказала, эта доска поддерживает 40 касаний, до 40 касаний. Сама доска изготовлена из стали с полимерным покрытием. Она может использоваться как магнитно-маркерная доска, что добавляет ей плюсов, да, когда можно, не включая проектор, или выключая проектор, действуя согласно Санпину, да, когда необходимо, например, уменьшать количество, ну, определенное количество времени использовать оборудование, интерактивное оборудование на уроке, да, мы можем выключать, и сразу выключаем проектор, сразу просто пишем маркерным, сухостираемым маркерами по доске, и она у нас превращается в обычную магнитно-маркерную доску. Это очень, это действительно очень хороший плюс. Но стоит обратить внимание, чтобы доска сохранила свой хороший там вид, да, необходимо регулярно использовать чистящие средства для того, чтобы стирать эти маркеры, да, правильно, и, ну, чистить ее. Доска питается от, питание происходит от компьютера, это всего лишь 2 ватта, совсем немного, да, по-моему. Значит, в комплекте идет два пассивных стилуса, но лоток в комплекте не идет. Это касается именно тех поставок, которые у нас были и будут сейчас, вот в ближайшее время, но на следующий год уже планируется, что доска будет идти с пассивным молотком, где будут, ну, такой хороший держатель, и маркеры при этом не будут куда-то теряться, и не будет необходимости ее, их хранить на, там, на столе, например, у учителя. В комплектацию входит, соответственно, интерактивная доска, есть у USB удлинитель 5 метров, монтажный набор для крепления интерактивных досок к стене, программное обеспечение и гарантийный талон. Все это в комплекте есть, пожалуйста, выбирайте. Следующий, переходим к следующему моменту, и сейчас вот как раз самое, наверное, интересное, это программное обеспечение. Сейчас теоретически расскажу, что из себя представляет программное обеспечение, которое входит в состав интерактивной доски. И, значит, из себя это представляет бесконечный рабочий стоп, который можно, опять же, используя жесты, да, двумя пальцами как-то пролистывать, делать заметки в любом, в любом абсолютно вместе, но при этом автоматически будут создаваться определенные метки, которые позволят вам вернуться на тот этап урока, на определенный этап урока, который вам необходим. И это все реализуется благодаря инструменту, который называется хронология. Он работает таким образом, когда мы сдвигаем, например, мы сделали какое-то, написали какое-то изображение, нарисовали, да, что-то написали, мы уменьшаем размер этой, или сдвигаем в другую сторону, да, этот бесконечный стол, этот лист, и делаем другие заметки уже на другой странице, ну, грубо говоря, это не страница, да, ну, грубо говоря, страница, наверное, все-таки. Мы делаем в другом месте этого рабочего стола бесконечного. Дальше мы уже, и если нам вдруг потребуется вернуться к первому рисунку, то просто нажав на кнопку, на одну кнопку, я сейчас все это покажу, мы можем вернуться к тому, с чего начали, например. Далее. Режим рабочего стола есть. То есть это тот самый режим, когда мы сворачиваем рабочее поле, этот бесконечный рабочий стол, и у нас в углу остается набор инструментов, которыми мы можем пользоваться. Это также называется как режим аннотирования. Когда мы можем использовать, например, да, мы можем работать со своим компьютером, влезать в нужные, открывать нужные нам файлы, папки, все это работает для того, чтобы, ну, чтобы мы могли просто иметь доступ к нужным нам файлам. При этом мы можем делать какие-то пометки, и чтобы их сохранить, нам необходимо сделать скриншот. Это работает таким образом. Ну, и также есть возможность подключения камеры, встроенной камерой либо в ноутбук, либо подключения документ-камеры, и все это будет отображаться непосредственно на рабочем поле нашего программного обеспечения. И сейчас давайте я перейду, как раз буду транслировать ваш свой экран. Я сейчас перехожу в наше, в рабочее поле, и сейчас буду рассказывать, постепенно сейчас расскажу, что сюда входит и как это все выглядит. Первая кнопка у нас будет меню, где мы можем либо добавить новый документ, да, выйти из старого и сохранить новый, и сделать новый. Мы можем сохранить. При этом программа автоматически, если мы работаем на интерактивной панели, на интерактивной доске, то нам сразу выдает экранную клавиатуру. Также предлагает сохранить в таких форматах, как юн и pdf. И предлагает адрес, где это все сохраняется, и мы можем запросто его изменить, такой, какой нам хочется. Также есть возможность открывать различные файлы, причем эти файлы могут быть различных форматов, в том числе и видеоформаты мы можем открывать, и ПНГ, как сейчас вы видите, и офисные документы. Все это запросто здесь открывается и дает возможность даже пролистывать. Сейчас я, например, покажу... Вот давайте откроем вот этот вот файл, файл, который называется add. Так, и обратите внимание, обратите внимание, почему пропала картинка, потому что у меня изначально здесь был выбран ластик. Тут надо следить за тем, чтобы выбрать нужный инструмент. Увеличить картинку мы можем, потянув вот за этот край, который нам, собственно, помогает определиться. Расположить картинку в нужном нам месте и при этом сделать такую систему опроса. Что еще важно, что здесь есть, обратите внимание, есть система опроса. Это тоже хороший инструмент, который позволяет учителю, непосредственно, будучи уже непосредственным участником, на видеоурок, он может даже сделать, например, систему опроса с дистанционными учениками, которые находятся, вот смотрят его урок непосредственно, где-то через какой-то сервис. Итак, вот смотрите, мы открыли картинку. Мы можем ее заблокировать, но заблокировать в том смысле, что если мы будем рисовать, то нарисовать на ней не получится. Но при этом, к сожалению, вот картинка будет двигаться. Вот у нас получилось, что то, что мы нарисовали, и наша картинка, они просто стали как бы сгруппировались, и это теперь одна картинка, которой мы можем управлять. Сейчас мы постараемся это исправить. Мы уберем, что нам не нужно. Ага, стирается все. Давайте тогда просто удалим и откроем заново новую нашу картинку. Опять ластик у нас, видите, как надо, все-таки надо следить за тем, что мы, за каким, какой инструмент мы выбираем. Итак, переходим к инструменту опроса. Обратите внимание, вот такой вот, такая картинка, например, да, мы нажимаем на опрос и делаем, выделяем картинку, которую нам необходимо, по которой нам необходимо, например, сделать опрос. Мы нажимаем на ОК, и у нас проявляется вот этот вот сам опрос. Есть два вида опроса. Можно задать либо одновариантный, ответ, да, либо мульти, нажав на этот бегунок, и мы таким образом можем задать, например, несколько вариантов ответа, да, если будут правильные, либо это будет сводный, например, и сейчас мы в сводном, здесь как раз будут отражаться ответы, где мы можем добавить около двухсот символов, для того, чтобы печатного текста мы можем написать правильный ответ. И вот подобный вид опроса, на мой взгляд, очень хорошо работает при мозговых штурмах, например, да, или если необходимо описать что-то, да, или дать какой-то вот, ну, какой-то ответ. Это, по-моему, это очень, очень забавно. Но давайте сейчас вернемся, вернемся, сейчас вот как раз у нас будет именно тот вариант сводный, когда... Нет, давайте на график вернемся, и сейчас у нас есть, мы выбираем, что у нас нам из трех вариантов нам нужно добавить. И давайте сделаем так. Нам необходимо выбрать ту букву, на которую начинается слово cat в английском языке. Я нажимаю начать опрос. У нас система сгенерит сейчас QR-код, по которому вы точно так же можете пройти. Давайте попробуем все вместе это сделать. Я прохожу по этому QR-коду, и у меня высвечивается, например, два варианта ответа. И, пожалуйста, скажите, тут, ну, необходимо написать, да, где будет, на какую букву начинать. Предположим, что C, это... Первый вариант ответа, это A, второй вариант ответа, это B, третий вариант ответа, это C, да. Я выбираю такой ответ, как мне кажется. Я вижу, что вот уже проголосовал один человек, это сделаю я, может быть, кто-то из вас тоже это сделает. Я нажимаю стоп, и подтверждаю, как учитель, я подтверждаю, что первый вариант является правильным. И сейчас у нас показывают, показывают в диаграмме, что правильно ответили 100% учеников. вот таким образом работает вот данный вид опроса. Также можно построить графики. Если использовать, например, вариант сводный, давайте я сейчас эту картинку передвину, передвину на другое место, вот куда-нибудь передвинули. и сейчас я открою, например, другую картинку, например, уже посложнее, строение атома попробуем вспомнить. Я увеличиваю эту картинку, так, ставлю ее сюда, и давайте сейчас попробуем, открываю ее в большем формате, и здесь у меня есть возможность подписать, сделать какие-то пометки. Например, здесь будет буква, цифра 1, например, здесь будет цифра 2, рисую мышкой, а здесь будет цифра 3, например. И сейчас отсюда мы также можем создать опрос. Запомните, пожалуйста, вот это расположение и скажите, пожалуйста, под какой цифрой находится протон? Попробуем вспомнить, что это такое. Под какой цифрой находится протон? Вспоминаем, какие элементы частицы имеют положительный заряд, какой отрицательный, и я опять же открываю нашу систему голосования, нажимаю ОК, у нас, нажимаю, вот давайте попробуем на сводный график, и нам надо будет просто проставить цифру. Под какой цифрой скрывается у нас протон? Я нажимаю ОК, у нас генерится QR-код, и сейчас я, опять же, мы можем перейти по этому QR-коду и попробовать ответить. Я могу уже вписываю свой, свой ответ и нажимаю проголосовать. Так, и я помню, вот ответили, ответили, опять же, ответил один человек, это мой ответ, и я вижу, что я не угадала, потому что все-таки протон, да, имеет положительный, это положительно заряженные частицы, поэтому находится под цифрой 3. Здесь я получил неправильный ответ. Вот таким образом работает система голосования. Но мы возвращаемся, выходим из этого режима, возвращаемся непосредственно на наш рабочий стол и мы опять пытаемся уменьшаем эту страничку и смотрим, какие инструменты есть еще. Помимо возможности открывать различные файлы, помимо голосования, мы, конечно же, можем сделать, изначально сделать необходимые нам настройки. Выбрать цвет фона или выбрать шаблоны. К сожалению, здесь нельзя добавить свой шаблон, но зато мы можем использовать те, которые здесь представлены и они достаточно хороши для того, чтобы использовать на различных уроках. Здесь есть и клетка, и нотный станы, и линейка для русского языка, так что все потребности можно закрыть. Можно выбрать язык, здесь автоматически установлен русский. Можем сейчас экран настраивать, так как сейчас у меня подключен компьютер, поэтому у нас выбран ноутбук. Также на активацию можно не смотреть, потому что изначально идет версия старт, и активации эта версия не требуется. И пока на данный момент у нас не предусмотрена более расширенная версия. Пока у нас версия старт. Также можно задать автосохранение, чтобы при любом скачке напряжения мы могли быть уверены, что все, что мы сделаем в программном обеспечении, все сохранится и будет нам доступно. Также можно использовать полноэкранный режим, обновление посмотреть. Еще хотела бы отметить очень важную вещь. Производители утверждают, и разработчики программного обеспечения утверждают и говорят нам о том, что они ведутся очень плотные работы вместе с разработчиками программы Linux для того, чтобы это программное обеспечение работало на Linux. Причем на всех необходимых, на всех актуальных версиях этого программного обеспечения. Сейчас как никогда это особенно важно, потому что все школы переходят на эту операционную систему, и в основном будут использоваться Astra, Alt, и все это идут работы для того, чтобы было обновлено ПО, и в следующем году нам обещают уже это обновление для того, чтобы работать непосредственно в Linux. Также здесь есть пользователь, мы можем изменить название нашего и сделать по-своему, можно даже какую-то аватарочку прицепить. В информации дана информация о версии программного обеспечения. Итак, сейчас вот обратите внимание, здесь есть еще такая иконка лобби, но она недоступна пока. Обычно это используется как для конференц связи. Опрос я уже показала. В инструментах у нас есть возможность выбрать тип пера, либо это просто будет маркер, либо это будет кисть. Также мы можем вставлять различные элементы геометрические, вот такие фигуры. Их немного, но вполне достаточно для того, чтобы нарисовать, например, какой-нибудь элемент. можно также выбрать цвет пера. Вот здесь, если мы выбираем, например, вот такой вид цвета, то при каждом нажатии цвет пера будет изменяться. По-моему, это очень забавно. Давайте попробуем еще нарисовать из этих элементов, например, домик. Мы сейчас сюда вставляем. Видите, получается новый клик и новые элементы, сразу у нас получается новый цвет. Если мы сейчас еще добавим, например, вот этот элемент, перетаскивая вот сюда его, немного уменьшим, сделаем его, например, как окошко этого домика. Ну, или чуть-чуть вот так увеличим. Вот такая красота нарисовалась. При этом мы можем добавить еще сюда трубу какую-нибудь. рисовать. Если нам необходимо что-то стереть, то мы используем ластик. Ластик можно либо удалить все, либо только выделенный элемент, когда мы, например, действуем вот таким образом. При этом мы можем изменять размер ластика, так же как и можно изменять ширину, толщину линии при написании. Так, вот тот самый элемент хронологии, о котором я уже говорила, и обратите внимание, здесь уже проставлены такие реперные точки, о чем они говорят, что мы можем вернуться к тому элементу, который, с которого начали. либо это делается вот таким образом, когда мы нажимаем на точки, вот это был элемент, когда мы удалили, добавили новый фрагмент и вот нарисовали еще и домик. И все это можно увидеть непосредственно вот показав вот такой, разделив это все на страничке. Можно вот здесь сразу отображать, сразу возвращаться к нужному нам этапу, либо непосредственно по точкам, но тут надо их еще запомнить, где, когда, какой элемент. И обратите внимание, что выглядит, ну, это достаточно, если применить такую фантазию, то я думаю, что можно сделать очень интересный урок, когда из одного, из этого бесконечной, из этой бесконечной бездны появляются различные элементы. По-моему, очень эффектно. также для того, чтобы, например, сгруппировать вот этот домик, который мы нарисовали, состоящий из различных элементов, мы берем стрелочку, элемент стрелки, выделяем это все, и у нас происходит магия. Мы можем этот домик уже непосредственно весь, как один элемент, с ним работать, мы можем его клонировать, да, например, удалить один из них и уже опять же нажимаем сюда, выделили его, чтобы у нас был, и опять же можем работать уже с тем, что у нас есть. Вот таким образом происходит работа с объектом. Далее мы можем, как я уже говорила, видите, я вышла в рабочий стол, и здесь есть элементы, сейчас у вас зеленый экранчик, здесь есть элементы, которые я могу использовать. Я запросто могу переключаться, например, делать какие-то пометки, и все это будет видно, и для того, чтобы сделанные пометки на рабочем столе или где-то в каком-то документе, мне необходимо сделать захват. Я сейчас вот таким образом делаю захват, нажимаю окей, и все это отражается у нас непосредственно на нашем рабочем столе. Вот таким образом это все выглядит. И тут мы можем, имеем возможность работать с этим элементом так же, как и с остальными элементами, с которыми работали раньше. И вот таким образом. Значит, здесь у нас хронология, да, мы можем вернуться. и при этом этот элемент, который мы сфотографировали и был выделен, остается на всех этапах, на всех слайдах. ну и соответственно, можно подключить документ к камеру, либо камеру, которая работает, да, и опять же, можно работать с тем же изображением и вставлять его на, непосредственно на рабочий стол. это очень удобно при работе именно с документ камеры, да, когда мы можем сосканировать, превратить в изображение, да, в цифровое изображение то, что делается непосредственно там на внизу, чтобы показать какой-то, разглядеть какой-то элемент. Так, в общем-то, вот такой краткий обзор программного обеспечения. который входит в состав, я выхожу, возвращаюсь к нашей презентации и еще хочу отметить, что эти доски производятся в России, они отвечают всем требованиям к ПРУ, все легко прописывается и, собственно, можно использовать для различных проектов. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать про интерактивные доски. Пожалуйста, обращайтесь, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете либо звонить по телефону, либо писать вот здесь указана моя почта. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать в чате. если нет, то большое вам спасибо за участие, за то, что вы уделили нам время. Надеюсь, вам стало хоть немного понятно, что из себя представляют интерактивные доски Excel, Excel Tech. Производство Россия, да, Руслан, производство Россия, и это еще один плюс в копилочку. Да, также еще хотелось бы сказать, что, естественно, у нас есть в планах, чтобы все-таки какие-то доски, чтобы эти доски появились в реестре. Но пока я говорю об этом с большой осторожностью, потому что все это происходит достаточно долго, муторно, но мы в начале этого пути. Поэтому будем надеяться, что наши планы исполнятся и воплотятся в жизнь, и все будет. Партнерские цены вам необходимо спрашивать у своих региональных менеджеров. У них есть все необходимые данные. РРЦ вы можете посмотреть на нашем сайте, на сайте digis.ru. Есть также возможность... Давайте посмотрим, мне кажется, я не удаляла... Нет, я удалила все-таки информацию об РРЦ. Значит, есть один нюанс. Эти доски продаются без МДС. то есть если делаются там, например, комплекты, если вам необходимы комплекты, то это будет другая цена, естественно, это будет немножко по-другому формироваться. Либо вы просто покупаете доску, которая без МДС, и отдельно покупаете проекты с креплением, и, собственно, выходит то же самое. Но самое главное понять, насколько принципиально вам, чтобы это было либо одной позиции, либо там несколько дней. ПО можно скачать на сайте, который называется exceltech.ru Сейчас давайте я попробую перейду опять в нашу программу. Сейчас одну минуту я сейчас как раз на рабочем столе попробую. Сейчас я выключила, вышла. Одну минуту. сейчас я сверну и открою exceltech.ru и сейчас напишу, где можно скачать ПО. Сайт называть буду писать долго. Вы уж, пожалуйста, простите. Excel там же .ru там же есть на этом же есть руководство пользователя, там же есть руководство по монтажу, все, все загрузки, все это есть непосредственно на на этом сайте. Так, я выхожу. Все успели записать, я надеюсь, да, exceltech.ru Так, выход. И мы возвращаемся в нашу презентацию. Так, давайте попробуем, если есть, да, exceltech, спасибо, Артем, большое. Ссылочку вот уже далее. Там вы можете посмотреть, во-первых, весь ассортимент, что представляет бренд Excel. Там же можно в каждой карточке товара есть все необходимое описание и спецификации и необходимые документы для того, чтобы пользоваться этим оборудованием. Если вопросов больше нет, то, пожалуйста, спасибо вам, точнее, за внимание, спасибо за уделенное время. Мы будем заканчивать эфир. эфир. Спасибо.